вот стал я короче снега достаточно большое количество как для весны при том чтобы как для весны ну вот на улице минус 6 вот такая температура давненько так не было прохладненько но свежо зато зайка вадим сегодня какой день войны 17 17 день войны мы не дома и мы просто сходим с ума а там у нас новости техника ну короче мы уже очень очень сильно хотим домой сегодня есть или еще утром магазин будут холодильник делим вот это наша полка малому взяла короче вот такая какая-то каша гречневая никогда он такое не пробовал и взяла еще вот такой вот это что йогурт молочному дизлакове с пробиотиком какой-то я не знаю надеюсь будет вкусно что еще такой красивенный вот так вот этот сортик выглядит ой какой он классный за него мы заплатили 330 гривен где-то вот так вот какой-то цитус орло апельсинчик а это съедобное зеркало да это все должно быть съедобное но по сути по правильному все что на ну типа делают украшение для еды должно быть все съедобное вот так вот вот эти вот бубки такие они такие жестковатые вадику эти бубки давать не надо но не так же я не знаю как вот это вот разрезать вот это красота поделочка вот так вот я на бок сюда переставлю это можно кушать ну так кушай бы я не люблю такое в тортах смотри смотри все уже говоришь кушай так все кушает а он увидел то что ты там что-то кушаешь и с ним не делишься это не лимон это апельсин ну да я же сказала что это апельсин а какой ты хотел чтобы куда кондитерский супер пупер был так вот такой тортик уходит в разрезе обычные слоя и шоколадная какая-то начинка потянулась вообще вкусно развлечение для водюшка то тут были камни земля песок песок подняли наверх грабелька не 3990 ведро такое купили за 3990 еще несколько там игрушечек мне там лопатка грабелька в комплекте и 2 пас 2 пасочки сейчас вадик надо занимается вон в поддон короче сносит себе закапывая сначала ведро а потом после того как ведро наполнится вадик идет выкидывает туда ты хочешь на бобе покататься молодец боба ты же не мостишься надеюсь все ввести сады боба ты вместе что нам приехала наша первая посылка из киева вторую почему-то отправили позже хотя было в один и тот же день это одежда и сегодня какой 37 или 39 день короче как мы тут находимся мы заболели симптомы точно такие же как когда мы болели коронавирусом но мы сделали быстрый тест нам тут сделали и сказали то что скорее всего мы рано это сделали у нас был негативный но когда мы в киеве болели мы тоже делали быстрый типа экспресс он показал негативная пцрка уже позитивный на тут сказали что пцрку не делают коробок на почте нет поэтому мама нам упаковали все в мусорные кульки 12 гривен снять сняли в это что нам просто в этой пленке перемотали но уже блин хорошо что-то доехало главное чтобы вторая доехала вот мусорные кульки у нас там в принципе ничего такого прям супер ценного нет нас одежда надеюсь что здесь триммер еще именно в этой посылке потому что малого хочется подкрик и может мои босоножки тут я уже и чувствую что они стоят дороже чем триммер да это и не то может красотки на эти упаковка качественные босоноги все сразу и сразу да может может это триммер был малой же у дедушки стены порисовал мы приехали они были все нормальные но владюшка по-другому видит эту комнату ой а это что такое а это плед это то что мы у мамы твоей оставили чтобы не он там и был наверно про это одеялко и говорили надо тем ли себе знала что отправить я бы не просила тогда то розовое отправлять а это обувь кроксики потому что тут все очень быстро снашивается но мы обувь брали ту которую не вот это единственное что жалко я очень боялась что они не доедут так обувь у нас есть вот уж такое одежда нет триммер скорее всего не здесь а в той посылке которая еще доехать нам не может как-то отправили посылку в один и тот же день две посылки но и должны были приехать в один и тот же день но одну просто отправили раньше носочки одно отправили позже нет да ну выходит да да на 30 минут разница да а новая почта отправила одну типа грубо говоря сегодня а вторую вчера да короче тут не будет и по сути триммеры там такого плана это все в той посылке которая где-то потерялась на ночь надеемся что она приедет ты сколько посмогу он тебе тапочки кстати если терраса сломаются я буду только в этих ходить у меня в тех с ногами плохо а вот эти как раз дышащие до зимы будем сидеть так самый главный черновичкин ну и сейчас тогда будем разбирать получается по шкафчиком его все направлять по полочкам да у нас ленту проблема вроде шкаф как бы и есть ли надо было вешалки нам не будет шорты надо было нам вешалки наверно попросить чтобы нам пришла конечно вот эту фирму использовать здесь вешалки можем там же шлифы черных много и разного на сколько складывая не складывай ну короче все всегда бардак приходится каждый раз это убирать шкафу ты тоже бардак скрипит если просто были бы вешалки то можно было бы большую сейчас сюда повесить кстати малому вот такой вот костюмчик взяла вот штанишки сюда надо вот кофточка со штанишками тут конечно люди очень крутую наценку делаю на рынке потому что понимают что очень много переселенцев и думают что если люди приехали из больших городов значит у них есть деньги и прям без без торга тут ничего так не купишь поставили а сейчас мы будем это все вот такие вот у нас тут веселья а что ты грызешь что-то вкусное начало недели короче собрал два пакета тут вещи и техника лекарства в этом пакете получается еда и попали в больничку поэтому сейчас повезу это все в больничку мы уже и больнички успели побывать до нас отпустили домой прописали антибиотик мне малому и теперь мы только на угольчики ездим это капец нам посылка вчера пришла вторая нет сегодня тебе все нравится ты везде лазить котенок висит я так это любит машинке прядь еще один небулайзер мы купили наш остался дома этот мы его вчера в аптеке купили за тысячу гривен то делаем ингаляцию потому что надо было папа и водичек побежал да сегодня мы еще на гукольчик поедем будем антибиотик ставить а он только что дверь закрывал и и типа мягко вставлял чтобы они что на кухню чтобы не забирала оттуда и ты бы видел как он бежал ты такой счастливый когда дверь закрыли чем нет да кстати мы тут мы сюда приехали практически без игрушек он по накупали машину куда-то мы привезли с собой это его маленькая он любит маленькие машинки вот эти две мы купили и покажу место очень мало поэтому прячем все в шкаф тут последующий плохой и вот такие вот разные мы игрушечки мы понакупали конструктор досточка для рисования у меня в детстве тоже такая была но только сейчас дошло то что она магнитная тогда я даже не думала об этом быстренько сниму пока никто не видит пока мы никому не мешаем вот в этой палате мы лежали первые дни вот это вот кровать наша две совместили и там две совмещенные это как я понимаю тут нету детских кроваток так кто с маленькими с маленькими такими детками то совмещают тут по одиночке тумбочки вот так вот такой один вид на самом деле классный окна огромные капельница бойлер новый вот такая красота вот коридор зона зеленая а вон оттуда мы пришли и там буфетная там есть все просто кстати холодильник буфетный и чайник и кофе варить можно и плита есть и микроволновка есть вот прям все что только можно посуду вышли мы на уличку гулять наш ребятеночек отдыхает это парк на парку он у нас сонный сегодня вот у нас точнее как у нас у него утром рвота началась после антибиотика скорее всего мы думаем ходили в больницу только что он подозначали еще куча всего разного купили то теперь вышли на улицу гулять на улицу очень-очень много народа и погодка классная хоть и ветрено вот так вот кстати нам отменили уже антибиотик мы уже все-все пропили поэтому на уколы мы больше ездить нибудь такую подсматриваешь с барабана барабан потому как она заморка за типа англии тут не хватает это не поломан обалдеть как то есть не было звуки выдувала лишь не знаю и лишь не одна вещица какая полу ну вот такие от разные от игрушки почти такого же плана на себя типа деваешь и стучишь лукавок но тут видишь и брязь кольца и палочки и эта штучка уточки для купания там еще была такая интересная вещь пирамидка которую надо слаживать и она получается пирамидка ну такая метр 10 метр двадцать вот такую тут разряда 5 девчат куклы головы выберем думаю водюшку что-то посмотреть жалеть за у кончики да так что что берем машинного пульта управления хорошие корзинку культа рекой бассейн здоровый 21000 мы нашли вот такую палатку мало мы поставим в комнате или на улице потом когда потеплеет будет гулять с реки машины разно дарт есть на иголках есть на липучку насосы для фитнеса легкого еще матрасики с марта игрушечки и покрывать или коллекция большая есть в киеве по сотке тут 160 бокс ящики инструментарий вот такого тут различный просто кольца он сотри что это такое вот интересно я увидел малые ходят крутят и вадику нравится такая штука надо на полу как-то покатать и прыгать с ней в комментариях напишут чтобы мы узнали кто знает что написали будем обучаться теперь понимать что это за вещи такие для бокса футбол интересно сколько футбол такой такая тачка есть подушки разных хендай toyota все для детей он лошадки которые катаются прям ездит интересно внешне дубов ну так песок сюда загружать за глиной быстро накроется но сколько он интересно ну как ты считаешь я не знаю что хочу я не знаю но видишь это трактор вообще с прицепом который можно оцеплять и так играть тут совсем разная есть повыше машина есть на бетономешалка камаз да что то не хочет но стрелки с камаз какой то есть что есть вообще такая машина сверху в которую воде я думаю будет слышно мы купили машинку и купили малому мяч водюшкин уже проснулся мы ему пока еще не показывали глазки трет мне показывали такая машинка мы дома нашим еще пять мы уже едем домой сейчас будем ему лекарства давать я надеюсь что тут что-то хоть слышно потому что сейчас такой ветер что просто капец он погода очень классно небо чистенько чистенько все мы уже пришли домой после прогулочки после больнички котенок поспал нам сказали что ему надо сладкое есть мы купили кукурузных палочек вот кукурузные палочки это на улице уже считаете целая целую упаковку съел и вот такой еще купили что дома хоть что-то сладкое бананки зашли купили может тоже покушает это водичка сладенькая пюресик по накупали вот этого киндера по накупали соломку малому тоже купили вдруг будет купили вот такую вот башенку уже развалилась пока мы донесли дома он любит такие вот башенки собирать мы купили может ему там будет она интересно вот это пицца то которую вы уже видели мы ее эти кусочки один на один положили вернули чтобы просто коробку целую домой не тащить потому что было неудобно а мы еще гуляли вот такую тарелочку малому взяли для еды ее там стоимость 29 гривен но она пластиковая вот по ощущению такой вот таки рамка салфетки влажные салфетки маленькую упаковочку 5 гривен и чашечки хочу этот малого учить уже пить самостоятельно чашечек то подумала что вот это будет они в районе скольки стоили вроде в районе 50 нет 38 ну где-то короче вот так вот это 28 вроде бы и что ты котик ну надо чашечку а чашечку пожалуйста вот еще две шоколадки растопоста мне нравится еще в киеве мы покупали и вот это обычная молочная шоколадка и это и это стоит 18 гривен потом вот это футелло мы тоже в киеве покупали и если не ошибаюсь он у нас есть на неё обзор в нашем ролике ролики про сладости из детства можете зайти посмотреть и купили вот такие вот прищепочки потому что у нас борьба за прищепки то купили себе уже лично а вот чашечки 55 гривен вышли по тарелочку 28 вот так ну вроде бы все показала кстати вот кило бананом у нас вышло 68 гривен это если округлить вот эти чашечки они вот такие вот вышли вот обычная пластиковая чашечка ничего такого вот вот такая вот тарелочка надо ее будет помыть она такая пылюки хотя была запечатана так что вот так вот омолом еще прописали что мы прописали нам прописали вчера домрит вот нет ни форексозит дай сиропчик не форексозит противодиарейный я знаю таблетки но я не знала что есть сироп мы даем гепардин даем это чтобы ацетон не повышался и чтобы температура не поднималась от обезвоживания и вот этот сиропчик домрит нам тоже прописали тоже это ему от рвоты то сейчас ему дадим вот этот потому что он у себя не очень хорошо чувствую а кстати в пакете дать только пакете господи вот эти дали вот такой вот пакет не вот эти как обычно дают а вот такой бумажненький пакетик что-то и памперсы нас с памперсами вообще проблема раньше мы но киеве то только покупали этот памперс именно от фирмы памперс шестерочку а тут уже блин то что есть уже то есть берем потому что тут очень трудно найти наши памперс а если мы их и находим то они по очень бешеной цене стоит так сейчас мы как-то вот на вот этих лаки пин остановились ну вроде бы нормально но такое и я не знаю мне кажется если обычные ваты просто просто напихать намного получше будет хотя стоит принципе так же самое как мы покупаем в киеве на памперс памперс стой бороду чок что такое что случилось подкапывает но сейчас будем желаем